На коралловых рифах Аравии обитают удивительные волшебники-иллюзионисты. Животные, способные меняться порой за долю секунды. Самые эксцентричные из них пульсируют цветами, привлекая к себе внимание. Камуфляж помогает другим оставаться незамеченными. Сложная маскировка и умение отвлечь выручают самых смелых. Это волшебники Аравийского рифа. Моря Аравийского полуострова Волшебники рифа На Аманском заливе май Чем ближе лето, тем выше температура. Залив лежит у восточного побережья Аравийского полуострова. Он граничит с побережьями Амана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Пакистана. Он соединяет мелкий персидский залив на северо-западе с более глубоким и холодным Аравийским морем на юге. Сейчас в этом подводном раю идеальные условия для недолгого, но насыщенного периода размножения одного удивительного волшебника. Каракатицы Каракатицы принадлежат семейству головоногих, в которые входят также осьминоги и кальмары. У этих разумных моллюсков по три сердца, восемь рук и самый крупный мозг среди беспозвоночных. Головоногие – настоящие мастера маскировки. Они меняют внешность, сливаясь с окружающей средой и уходя от слежки. Они также могут менять рисунок и цвет тела. Невероятное зрелище. Период размножения – это шанс каракатиц показать себя. Это каракатица-фараон. Особь покрупнее – самец. Он достигает длины 42 сантиметра и веса 5 килограммов. Своим плотным овальным телом – мантией и резным плавником – он очень похож на своего родственника – кальмара. Многие головоногие каракатицы умеют менять цвет. Но они вывели это искусство на новый уровень. Их кожу покрывают крошечные, цветоменяющие клетки – хроматофоры. У этой каракатицы на квадратный миллиметр приходится 200 таких клеток. Благодаря им, каракатицы могут менять цвет, тон и рисунок. Крупный самец следует за более изящной самкой вокруг рифа. Если он замечает непрошенных гостей, его рисунок становится ярче, а темные пятна служат для них предупреждением. Это самка его. Он от нее не отстает. Поднимает все восемь щупалец, но это не привлекает ее внимания. За долю секунды он напрягает крошечные мышцы под кожей, делая их более заметными. Эти наросты называются сосочками. Они помогают каракатицам слиться с окружающим миром, но порой используются и в ритуале ухаживания. Самка тоже способна слиться с кораллом. Пока усилия самца не приносят успеха. Он старается пуще прежнего и пытается привлечь внимание, раскинув щупальца в стороны. Ноль реакции. Он выключает расцветку. Наконец, она отвечает взаимностью. Их щупальца переплетаются, и они замирают лицом друг к другу. При помощи особого щупальца, гектокотиля, самец переносит сперму прямо в полость возле рта самки. Его верхние щупальца ложатся ей на голову. Порой каракатицы могут находиться в таком положении до семи минут. Если самцу удастся удержать ее интерес и защитить ее от других самцов, они спарятся снова. Этот любовный матч еще не окончен. Не все головоногие любят выделяться в период ухаживаний. Порой лучше держаться незаметно. Это существо умеет исчезать. Темный силуэт дневного осьминога незаметен в расщелине коралла. Этот ловкач без скелета может забраться в самые узкие щели. Его выдает лишь глаз. Дневные осьминоги размножаются круглый год. Но этот самец не просто так избегает внимания. Спаривание порой оканчивается для самцов плачевно. Иногда самки поедают партнеров после спаривания. Если сюда приплывет самка, трюк с исчезновением может спасти ему жизнь. Еще один волшебник рифа, так же как осьминог, может размножаться круглый год. И он тоже умеет становиться невидимым. Морской конек. Этот мастер маскировки прекрасно сливается со стеной коралла, особенно в окружении морских вееров. Это большой морской конек. Один из двух видов, обитающих в этих чарующих водах. Самцы морского конька играют удивительную роль в процессе размножения. Когда самка готова, она откладывает яйца в его наседное пятно, гладкий участок кожи в передней части его тела. Он оплодотворяет яйца внутри сумки и носит их до четырех недель, а потом производит на свет. Он цепляется за морской веер своим ловким хвостом, но готов найти новую точку. Он плывет в вертикальном положении, отталкиваясь спинным плавником. Его плавник бьется до 70 раз в секунду, как крылышки калибри. Крошечные грудные плавники за жабрами помогают ему рулить и сохранять равновесие даже при сильном течении. Морские коньки – неважные пловцы и двигаются редко. На новом месте самец просто отдаётся воле течения. Проплывающий мимо хищник может принять его за очередную веточку коралла. Над рифом большая стая рыбок создаёт иллюзию огромной неприступной массы. Но этот трюк не гарантирует им защиты. Эти атерины – важная часть добычи акулы. на них нападают и сверху. Острова Домониад расположены в 15 километрах от побережья Амана. Аденские чайки и крачки часто там отдыхают и охотятся. Они пытаются ухватить отдельных рыбок из этого гипнотического серебристого колодца. рыбки все как одна спешат уплыть подальше от поверхности. Вернёмся на риф. Установив территорию и найдя партнёршу, самец каракатицы смягчает свою яркую окраску. Ставки высоки. У каракатиц, как у всех головоногих, всего один сезон, чтобы передать свои гены. Через несколько недель те, что успели спариться, умрут. Эта пара вовсю использует свой единственный в жизни шанс на продолжение рода. Новые пары спариваются довольно часто. Самка оплодотворяет яйца спермой, полученные от самца. самки способны отложить оплодотворение на несколько дней. Но эта особь сразу готова сделать кладку. Она складывает щупальца, как кулак, создавая камеру возле рта и вскрывает хранимые сперматофоры, чтобы оплодотворить яйца. Самцу не терпится спариться вновь. Но самка отвергает его цветастое ухаживание. Она ищет камень или щель в корале, в которой можно спрятать яйца. Щель должна быть глубокой, чтобы до них не добрался хищник. Она помещает в щель каждое яйцо по отдельности и более часто трясет длинным плавником, управляя своими движениями. Кракатицы меняют свою плавучесть за счет пористой внутренней раковины. поры в кости позволяют им регулировать объем воздуха и воды внутри тела, тем самым меняя их вес и расположение в воде. Самец сбрасывает яркий цвет и вновь пытается завоевать ее внимание. Но у нее своя задача отложить как можно больше яиц. ему приходится просто наблюдать за ней. Такое поведение зовется охраной партнера. Нельзя позволить, чтобы ее увел другой самец. Ему нужно удостовериться, что яйца оплодотворяет лишь его семя. пока в романтическом настроении лишь двое. Но феромоны, поступающие из яиц, вскоре привлекут сюда других каракатиц. Начнется массовый период спаривания, повышающий их шансы на выживание. В Аравийском море ближайшим родичем каракатицы является рифовый кальмар. У них много общего. Такая же мантия, обладающая способностью менять цвет. длинный бахромчатый плавник вдоль тела. Большие глаза и такая же двусторонняя симметрия или зеркальное отображение правой и левой сторон. Это каракатицевидный кальмар с длинными плавниками. Здесь этих любопытных и ловких волшебников очень много. Как осьминог и каракатица, кальмар может менять цвет и плавать задом наперед. Для этого они используют реактивное движение. Кальмар сокращает мышцы в мантии, с силой пропуская воду через воронку – сифон. Кальмар регулирует положение воронки, расположенной между головой мантии, чтобы сменить направление. Чем быстрее сокращение, тем быстрее кальмар уплывает от опасности. В отличие от каракатиц, у кальмаров нет внутренней кости для управления плавучестью. Вместо этого они меняют молекулярный состав жидкости в теле. В замедленной съемке они поражают еще больше. Некоторые кальмары привлекают пару странными танцами. Но каракатицевидные кальмары более деликатны. Если кальмары заинтересованы друг в друге, то они плавают рядом, бок о бок. самец на чеку. Под ним самка откладывает яйца. Но они не одни. Второй самец появляется неподалеку. Он может попытаться спариться с самкой. Первый самец тут же выказывает свое неудовольствие, быстро меняя цвет. Одно это заставляет нарушителя остановиться. Он включает свои цвета, сокращая хроматофорные мышцы и выключает, расслабляя их. без цвета его мантии щупальца кажутся белыми. Нарушитель держится на расстоянии, но не сдается. Удивительно, но самец может проецировать разные цвета с разных сторон. Для самки он коричневый, это знак того, что все в норме. а вот для нарушителя он серебристый, будто говорит «держись подальше». Это так называемая серебристая боковая демонстрация. Пульсирующие темные пятна на щупальцах и полоса на спине передают сообщение «Я буду защищать партнершу». Это заставляет соперника покинуть арену. яркий рисунок, особенно полосы, часто служат предупреждением. Полосы на теле смертоносной морской змеи говорят об опасности. Но это не змея, а другой волшебник. Безвредный, полосатый, шилохвостый угарь, маскирующийся под ядовитую змею. У угри есть спинной плавник, у змеи нет. столь умный обман называется бейцевской мимикрией. Так хищники принимают угря за более опасное существо, и он может спокойно плавать вокруг рифа, охотясь на мелких рыбешек и ракообразных. у каракатец появилась компания. У них сейчас разгар цикла спаривания, но нарушитель следует за ними по пятам. на спине самца появляются темные полосы, призванные отогнать соперника. Хотя конкурент меньше по размеру, полосы на его спине говорят о том, что он тоже готов побороться. Самец поднимает щупальца, чтобы напугать оппонента. пока самка готовится отложить больше яиц. Самки могут спариваться с разными самцами, выбирая, чью сперму выбрать для плодотворения. Это явление получило название «загадочный женский выбор». Самец должен следить за тем, чтобы она больше ни с кем не спаривалась. он фокусируется на конкуренте и воспроизводит серебристую боковую демонстрацию. Справа показывая яркие предупредительные полосы, а слева спокойную песочную расцветку для самки. Нельзя допустить, чтобы она попала в объятие соперника. Хотя нарушитель меньше по размеру и не так ярок, он не сдается. самка закончила откладывать яйца и ее защитник делает шаг. Он обходит соперника. Но мелкий самец готов. дотрагивается до более крупного самца. Это редкая провокация. Крупный самец втягивает воду внутрь и вытягивает щупальца еще дальше, чтобы казаться больше. Если ему удастся выиграть эту битву благодаря демонстрации своих сил, то он сможет избежать травмоопасной схватки. Самец поменьше отступает. Но это еще не конец. Противостояние длится еще несколько минут. Но соперник в конце концов признает поражение. Первый самец выиграл право остаться с партнершей. Потемневшая голова сообщает о его победе. с партнершей Несмотря на красочную расцветку, и каракатицы, и кальмары почти не различают цвета. цвета. По недавним исследованиям, чувствительные к свету белки в коже помогают им чувствовать красочный мир вокруг, но не видеть его. Им хватает высокого контраста между цветами. Самка кальмара ищет укромное место, чтобы отложить яйца. Пробраться мимо морских ежей в этой щели будет непросто. Многие виды кальмара попросту опускают яйца в воду, как большинство рыб. Но каракатицевидный кальмар предпочитает класть яйца в безопасные трещинки рифа. Когда первая кладка готова, пара просто исчезает в океанских просторах. И кальмары и каракатицы могут жить на глубине более 90 метров. Там цвет не так важен, ведь на глубину проникает лишь голубой свет. В период спаривания они проводят больше времени в изумительных рифовых водах вокруг острова Домониад. Но на мелководье водятся и хищники. Черноточечная рыба-бабочка не упускает возможности перекусить. Яйца каракатицы очень питательны. Осталось лишь достать их из узких щелей в корале. Каракатица никак не защищает кладку от длиноносого хищника. Ему удается высосать скрытое яйцо. Абуды вдов подбирает остатки. Самка каракатица выбрала не лучшее место для кладки. В пробелах между ветвями корала видны прозрачные белые мешочки с яйцами, которые должны развиваться 14 дней. ненасытная рыба-бабочка возвращается за добычей. Но другая рыба проворнее. Начинается игра в перетягивание добычи. Каракатица остается лишь снова отложить яйца. В Аравийском море по меньшей мере 16 видов рыб-бабочек. В Аманском заливе больше всего черноточечных рыб-бабочек. Но у них есть более блистательный родственник арабская рыба-бабочка. Они создают постоянные пары. Несмотря на яркую расцветку, эти экстравагантные рыбы тоже мастера маскировки. Их темные хвосты сочетаются с темными полосами на глазах. Хищники атакуют глаза жертвы. Удар в голову более эффективен, чем укус хвоста. Если хищник не видит глаз, он не может выбрать цель и порой атакует с неверного края, что помогает рыбе-бабочке спастись. рыба-основная добыча каракатиц. Эта особь осматривает риф в поисках поживы. хищник становится почти невидимым на любимых охотничьих угодьях морском дне. Чтобы поймать добычу, каракатица выпускает два длинных щупальца с присосками. Косяк цезий предлагает много возможностей для охоты. Лучшая защита для цезий их численность. Некоторые рыбы сбиваются в косяки. Они плавают в одном направлении, сохраняют дистанцию между особями и двигаются как одна. Другие же рыбы образуют стаи. Более свободные группы, в которых рыбы не координируют свои движения. Цезии формируют и косяки из стаи. Охотясь, они сбиваются в косяк. А для безопасности образуют стаи. Из-за постоянных поворотов и маневров каракатится непросто выделить одну рыбу. Но этот мастер маскировки не торопится. Он оценивает расстояние удара, меняет позицию, а так же цвет и узор. Получилось. Щупальца присосались к жертве. Под обеим рук каракатица держит рыбу и направляет ее в рот. Каракатица поедает добычу при помощи твердого клюва, скрытого у основания щупалец, и языка, способного разорвать плоть. редко увидишь, как каракатица ловит добычу. Обычно эти волшебники охотятся под покровом ночи. осьминоги способны схватить добычу, плывущую над ними. Темная, почти неразличимая голова чуть высовывается над укрытием. Над ним парит ничего не подозревающий сколлапс. Осьминог остается неподвижным, когда рядом проплывает хищный морской огонь. Осьминогу ничего не грозит, он слишком крупный. Хромисы мечутся наверху и не подозревают об исходящей снизу угрозе. И вот то видно, то нет. Осьминог вернулся в логово. Теперь заметен лишь его глаз. Один хромис задевает осьминога хвостом, красуясь перед самкой. Такая ошибка могла окончиться плачевно, но осьминоги предпочитают более медлительную добычу, вроде ракообразных или больших морских коньков. Как осьминоги, морские коньки охотятся из засады. При спокойном море они способны поймать до 90% выбранной добычи. Благодаря длинной мордочке и широкому рту они могут всасывать крошечных рачков. Это самка. Передав яйца самцу, она больше не участвует в воспитании потомства. открывая и закрывая рот, она проталкивает насыщенную кислородом воду и выпускает углекислый газ через жабры, расположенные за глазами. Ее отличает способность двигать каждым глазным яблоком по отдельности. Это позволяет ей видеть на все 360 градусов. На ее костистом экзоскелете есть наросты или щетинки, которые делают ее более схожей с кораллом. Покрывающие тело водоросли дополняют сходства. Это делает конька почти невидимым для хищной мурены. самка бисы также вышла на охоту. Похоже, она знает, что искать. У морских черепах хорошее подводное зрение, но добычу они находят и с помощью острого обоняния. обычно бисы питаются губкой. Но в это время года их интересует иной источник белка. Подплыв к крупному кораллу, она тут же вершит свое волшебство. Ее острый клюв чрезвычайно силен. Готово. Яйца каракатицы. Яйца собраны в небольшие кладки и собирать их легко. Губаны и обуды вдуфы готовы подхватить остатки. Бисса помогает себе ластами и отрывает яйца от кораллов. Эти яйца более развиты, чем те, которыми лакомилась рыба-бабочка. Остальное сокровище недоступно для черепахи. яйца стали хорошим перекусом для черепахи и голодных рыб. Но в корале их осталось еще достаточно. лето в разгаре. И температура как на суше, так и под водой ползет вверх. Июнь. Сезон спаривания каракатец в самом разгаре. как и соперничество. Времени осталось мало. По всему рифу феромоны из яиц каракатицы побуждают остальных воспользоваться своим единственным шансом оставить потомство. особи образуют краткосрочные пары. Вода кишит самцами-защитниками с яркими голубыми полосами. Все они следят за самками, в чьих руках находится их возможное продолжение. Пока крупные самцы сражаются, мелкие пытаются тайком занять их места. У этих вороватых самцов есть свои козыри. Они смягчают расцветку, чтобы походить на самок и проскользнуть мимо отважных защитников. Этот самец успешно отогнал всех противников, но теперь у них с партнершей другая проблема. похоже, пара заплыла на территорию Абудевдуфа, и он не собирается им это прощать. Абудевдуфа известна тем, что нападают на всех нарушителей, вне зависимости от их размера количества. Для них лучшая защита – нападение. Каракатица может использовать маскировку, чтобы выбраться из столь щекотливой ситуации. Ну а возникает очередная проблема. Неподалеку появляется другой самец. Если конкурент воспользуется ситуацией, то сможет передать самке сперму прямо под щупальцами крупного самца. большому самцу не удается отделаться от Абудевдуфа. Его соперник делает свой шаг. самец замечает назревающую опасность. Вороватый самец действовал недостаточно скрытно. Удерживая его на расстоянии, крупный самец добивается того, чтобы все яйца самки несли его гены. по всему рифу самки спариваются с самцами и откладывают яйца в заключительные дни сезона размножения. Раковина. Вот все, что осталось от одной зрелой каракатицы. То же самое произойдет со спаривающимися парами. в период спаривания самки откладывают до 1600 яиц. Некоторые станут закуской для хищников, но из остальных появится новое поколение удивительных волшебников рифа. Субтитры создавал DimaTorzok